Че, как? Слушай, потихонечку, у меня прям эта неделя выдалась условно хорошая ZRL. В четверг у нас был хороший сильный метап, такой интересный семинарчик по RL в Тинькове. Вчера был метап на Яндекс.Дзене, опять же, про RL, и вот сегодня, как ты понимаешь, я буду вспоминать такое, поэтому приготовьтесь. Будут еще и итоги, будут небольшие, не знаю, такие анонсы, что нас может ожидать по RL, я надеюсь, в следующий, так, полгода-год. Ну, круто. RL гастроли у тебя. Что ж, тогда давайте врубим ролик, а ты не отходи и не перегружайся. Сразу после ролика еще рикнемся. Привет. Меня зовут Сергей Колесников, я R&D лид в компании Тиньков, а также лид open-source проекта Catalyst. Сегодня мы с вами поговорим про обучение с подкреплением и о том, что интересного, важного или не очень случилось за 2020 год. Подводя итоги года, хочется выделить четыре больших топика. Первый – это курсы, другие обучающие материалы, далее различные соревнования, потом достижения и другие интересные новости за этот год, ну и, конечно же, академические статьи, на которые полезно обратить внимание в этом году. Под конец также накинем немножко трендов на тему, куда же все это дело идет и каких-либо мыслей для дальнейших осуждений. Но давайте начнем. Первый поинт – это обучение, то есть, что посмотреть, послушать, чтобы разобраться в течение РЛ, вдохновиться и перейти к соревнованиям. Так как мы с вами на дата-делке, то начнем мы, конечно же, с дата-феста этого года и РЛ-трек на нем. Слайд полный домонуха, трек чуть сложнее, но, надеюсь, ваше внимание теперь со мной, поэтому поехали. Собственно говоря, про трек. На этом треке у нас было большое количество топиков, то есть, мы сумели разобрать, как статьи с конференции, например, от Саши Гришинина и Леши Петринка. Также у нас был доклад от команды CRS по использованию RL в продакшене. Кроме этого, у нас также был рассказ Антона Печенька про робототехнику и про то, как, например, собрать реального робота на дому и обучить его. То есть, по итогу, можно сказать, что трек у нас получился довольно-таки живой, насыщенный, смогли собрать много крутых спикеров, поэтому всячески советую и рекомендую к просмотру, а спикерам благодарность. Все ролики должны быть доступны на платформе ODSI или YouTube, но пойдем дальше. Переходя к более стандартным обучающим курсам, в этом году мы также запустили курс Advanced Topics in Deep Framework and Learning совместными усилиями, фистехом, шадом и сообществом RL Reading Group. Если вам интересно, присоединяйтесь. Это группа открытая для всех, кому небезразличны исследования в области RL. А на этом курсе мы рассмотрели различные техники, например, Exploration of RL, последние методы в области Distribution of RL и, например, эволюции и развития распределенных подходов к обучению агентам. Кроме этого, там также были эффекты и про эволюционные стратегии, и про Multi-Agent обучение, и про много-много еще чего. То есть, если вам интересно узнать что-то за пределами стандартного курса RL, welcome, присоединяйтесь, смотрите. Все лекции, опять же, открыты и доступны на YouTube. Ну и напоследок, если вы ищете лучший старт для погружения в область обучения с подкреплением, то в этом году известный курс Berkeley Deep Framework and Learning под предводительством Сергея Левина был полностью переснят и адаптирован под онлайн-просмотр. Курс этот покрывает как вводные темы, так и продвинутые, вроде MetaLearning или BatchRail, и много на самом деле чего еще. Поэтому, даже если это не ваш первый курс, то обязательно советую этот просмотр для полноты картин. Мое личное мнение, что на текущий момент это один из лучших курсов по обучению с подкреплением. Очень рекомендую. Ну и если вы уже изучили REL и хотите попробовать свои силы, давайте перейдем к соревнованию. Балага, их сейчас много и разных. Первое, о котором хочется поговорить, это, конечно же, майнеры. Как и в прошлом году, это был один из треков к конференции Neeribs. Соревнование было по Майнкрафту. В нем вам предстоит по датасету реплеев игр реальных людей, научить своего агента играть в Майнкрафт, выполнять различные задания и прочее-прочее. Задания при этом могут быть простые, виды на руби как можно больше деревьев, до более сложных, где требуется, например, что-то скрафтить или найти что-то редкое, что, в принципе, даже не каждому человеку под силу, ввиду сложной крафтовой системы Майнкрафта. Из интересного, судя по спонсорам в этом году, соревнования получают все большую поддержку как со стороны академии, так и со стороны индустрии. Так что можно быть более чем уверенным, что мы его увидим и в следующем году. Поэтому можно начинать изучать его даже сейчас и смотреть на решение этого соревнования за прошлый год. Второе соревнование, которое хочется отметить, это простогейн-бенчмарк при поддержке OpenAid. В этом соревновании требовалось обучить одного агента играть сразу в некоторый набор игр, уровни которых еще и генерировались на виду и были, вообще-то, несколько случайны и несколько уникальны. То есть, как и у предыдущего соревнования, основные темы тут были опять генерализация и сэмпл-эффичности. Обе эти темы сейчас активно прорабатываются с сообществом и развиваются, но мы поговорим о них чуть важнее уже даже в трендах. Почему так? Ну и напоследок, говоря про RL-соревнования, хочется отметить еще один интересный момент. Это приход RL-соревнований на площадку Kaggle. И хотя их за этот год было не очень много, всего лишь 2-3 штуки, сам факт весьма интересный. Кроме этого, на Kaggle даже появились туториалы по обучению подкреплению. Поэтому ждем, надеемся, верим в пришествие Kaggle RL Grandmaster в ближайшем будущем. Но давайте лучше от соревнований перейдем к изменениям, которые мы увидели за этот год. Так, ну и начать хочется с чего-то более стандартного. Так, например, группе Robotics System Lab из Тюриха удалось обучить RL-агента управлять таким вот шагающим роботом в симуляции и сделать эту политику управления робастом для применения в вечно изменяющихся условиях реального мира. То есть важный момент здесь – это именно успех переноса виртуальной политики в реальную жизнь. Да еще и с возможностью адаптации впадут разные условия окружающей среды. Чем, в принципе, не каждый RL-агент может похвастаться. Видео-то длится всего 5 минут, поэтому советую его посмотреть, вдохновиться, а дальше читать пейпер и думать про робототехнику. Из немного более странных новостей мира RL в 2020 году – это DARPA. В общем, в ходе своего эксперимента AlphaDogPyte получил RL-агента, который научился побеждать у профессиональных летчиков в симуляции воздушных маев и даже занял второе место на финальном игре. Если вам интересно узнать подробнее, насколько там много RL, а не какого ревордшипинга и прочих кастылей, то советую посмотреть на все это дело на их официальном выступлении на NVIDIA GTC Digital October. Такой вот интересный ресерч применения RL от DARPA. Не ждали. Да еще и со статьей. Ну, а закончить RL-новости 2020 года, конечно, хочется уже всем известным AlphaFold от DeepMine. Если кратко обобщить, почему все так удивлены, то, по сути, в этом году DeepMine точно нашел взаимосвязь между одномерной записью протеина последовательным инструментом кислот и его итоговой такой вот трехмерной структурой в пространстве. Эту проблему в биологии пытаются решить последние лет 50. Однако, как можно заметить по вот этому графику, получается это с переменным успехом ровно до 2016-2018 года, когда DeepMine наконец-таки начал заниматься этой проблемой. И вот так мы с вами всего лишь за 4 года получили очень существенный прорыв и, можно сказать, новый момент имиджнета, только теперь в биологии. Кажется, что слоган и подход DeepMine к решению насущных проблем все-таки работает. Ну и напоследок, вдохновившись прорывами в области, давайте посмотрим на топ-5 статей за этот год и далее перейдем к тренду. Сразу хочу сказать, что топ этот очень персональный, но все-таки, надеюсь, будет полезна вся. Начать хочется с не очень академической темы, а именно распределенного рынка. Или как же нам эффективно использовать доступные ресурсы для обучения агентов. Если вам нравится архитектурная часть распределенных систем, очень советую почитать статью Google про Cideral. Авторы предлагают красивый архитектурный подход, в котором они чуть-чуть иначе смотрят на привычную распределенную архитектуру и решают ряд проблем, с которыми приходится сталкивать при обучении агентов в large scale. То есть, когда нам требуется эффективно утилизировать большое количество ресурсов одновременно. Надеюсь, что эта статья вдохновит вас на изучение ее распределенного URL, или хотя бы покажет некоторые инсайты при его использовании. Что сейчас становится все более актуально. Далее, давайте немножко посмотрим на off-police. В этом году вышло две очень интересные статьи. Первая. Это альманах, по сути по всему, offline URL от Сергея Левина, который дописывался в течение всего этого года. Очень советую печатать, если вы интересуетесь темой offline URL, batch URL, off-police URL, потому как эта статья дает хорошее обвью тех подходов и тех проблем, которые есть сейчас в этой области. Кроме этого, в этом году вышла статья self-tuning after-critic с участием Дэвида Сильвера. В этой статье авторы предложили очередное улучшение витрейс-оператора, по сути того самого, который дал толчок к смешиванию on-и-off-police методов в далеком 2018 году. Именно по этой причине и советую почитать эту статью интересную. И раз уж мы затронули тему on-police методов, то также хочется отметить две интересные статьи. Первая. What matters in on-police URL? И вторая. Это implementation matters in deep-police gradients. Они, конечно же, интересны именно с практической точки зрения, что, несмотря на весь этот прогресс академический и теоретический, иногда очень важно останавливаться, перепроверять себя и, скажем так, посыпать голову пеплом из-за каких-либо багов имплементации. Но давайте закончим презентацию на хорошем. Давайте посмотрим на те тренды и суммализируем то, к чему же все идет. Что ж, во-первых, кажется, очень важный факт. Магия обучения с подкреплением закончилась. И из некоторого нового инструмента, который понимает только небольшая группа гиков, URL стал более-менее стабильным инструментом, который уже применяется в продакшн-системах. Подробнее вы можете посмотреть на моем докладе на Яндекс.Инм.Тайпе 18 января про использование URL в рекомендательных системах. Следующий набор трендов – это большое внимание к Batch.RL, Generalization и Sample Efficiency, благодаря которому, кажется, эта магия пропала. То есть многие исследования сейчас направлены на эти три направления как раз для того, чтобы использовать URL в реальном мире. Так как это оказалось вполне себе возможным и, что самое важное, эффективным. Ну и третий блок – это совмещение URL с supervised методами, а также смешивание методов и подходов внутри самого URL. То есть с развитием области стало заметно, что многие придуманные методы – это всего лишь взгляды, скажем так, с разных сторон. Ну и все это нас возвращает к первому и одновременно последнему пункту, что URL – это уже не внимание, а просто некоторый другой взгляд на привычную нам вещь. И, возможно, очень даже эффективный взгляд. Ну и на этой радостной ноте. Спасибо всем за внимание. Если вас заинтересовал доклад, пишите, не стесняйтесь. Мы сейчас активно ищем людей, которые также хотят сделать URL в магии и использовать его в продакшн. Круто. Спасибо за ролик. Я так понимаю, основное, чего ты ждешь от URL в 2021 году, чтобы в мире было меньше магии? Слушай, а его можно применять. Ну то есть у меня вот за 2020 год как бы одновременно наиболее страдание, что не успел поучаствовать в каких-то открытых соревнованиях, а с другой стороны большая надежда, например, в 2021-м все-таки рассказать, что же делать там условно последние пару месяцев. Вот. И верим, надеемся к тому, что сможем об этом публично говорить, академически, практически и продакшн. Вот. То есть у нас есть ряд интересных, хороших результатов, которые надо распространить. Слушай, тизер очень интересный. Ну, про соревнования, слушай, иногда ты не успеешь в них участвовать, но их можно организовывать. Ты подумай. Я знаю. Мы еще встретимся, Леша. Как бы от этого и не уйдем. Но это надо. Будем надеяться, кстати, что всякие непсовые пропазалы перестанут заворачивать, потому что RL плюс NLP — это типа potential military use. RL плюс рекоменды. Можно попробовать. Отлично заходят, если посмотришь на тренды, например, Rixis конференции 2018-2019-2020 года. Просто New Rips, последний, предпоследний, да и в принципе даже 2018-м тоже. Прикольно. Отлично идет. Прикольно. Ну, был там и экономический RL с бандитами. Знаешь вот это вот все. Но я так понял, тут свежее поколение начало заходить, да? Да, отлично. Ну, то есть сейчас даже из своих экспериментов работает. Не говоря уже о условных экспериментах всевозможного YouTube, где прям работает совсем хорошо. Окей, cool. Давайте еще раз. Все, кто смотрит, поблагодарит, помашет ручкой Сереге, человеку-каталисту. И мы тогда пойдем дальше по программе. Спасибо. Сергей. Субтитры создавал DimaTorzok